Так, ну что ребят, всем привет. Ну и секретная монета на самом деле у нас получается Biffy и я плюс еще одну монету поддамся, скажем так, к обсуждению. Нет, это не монета One, то была в прошлом ролике, либо выйдет в следующем. Это у нас монета Wing, то есть, ну сразу скажу, если кто, я объясню почему стоит ее докупать, почему монета Biffy. Очень полезный информативный канал по крипте это криптоиндустрия. На данном канале освещаются наиболее важные экономические новости, на основе которых можно торговать крипту и неплохо зарабатывать. Также на канале криптоиндустрия проводится розыгрыш в каждом ролике на 600 долларов в эфире. Три выигрышных места по 200 долларов на каждого. Настоятельно рекомендую поставить видео на паузу и подписаться прямо сейчас на канал. Ссылка на канал в описании под роликом. Во-первых, она сделана на экосистеме монеты Evalanche. Вот вы можете сами зайти там на тот же CoinMarketCap и сами это лицезреть. Плюс она является DFI проектом, но напоминаю сразу, что она не волатильная. То есть, что это значит? Она двигается, то есть у нее ограниченное количество монет. То есть, чем меньше монет, тем слабее она двигается. Вот как у биткоина и так далее. Здесь видите всего лишь 80 тысяч монет. И за счет ограниченной эмиссии, во-первых, ее ценность будет возрастать. Соответственно, цена тоже. Чем меньше монет, я думаю, очевидно. Чем меньше предложение, тем выше спрос и выше цена. Плюс она находится здесь в накоплении. Если кто не присмотрелся, у нас порядка здесь почти там уже 9,5 месяцев. Ну, окей, 9 месяцев. В накоплении, как только она выйдет за те же там 2,5 тысячи долларов, она себя покажет. Ну, как раз даже если сходит к вот этим отметкам своим стартовым, порядка 5x можно будет забрать. Я ее также неоднократно в закрытом клубе советовал. Ну, здесь как раз вот те же там 5,6x можно будет забрать. По поводу, соответственно, данной монеты. Вот у нас, смотрите, Binance Smart Chain, Arbitrum, Evalanche Ecosystem. Ну, то есть, основа это Evalanche. То есть, это AVAX, которая сейчас на хайпе популярна. Плюс также там Polygon Matic, тот же самый Phantom Ecosystem. Ну, и Heco, насколько я помню, там от биржи Хобби оно зависит. Вот, и плюс также Selo Ecosystem, DAO и многое другое. Поэтому монета очень сильно недооценена. То есть, она, капитализация, у нее здесь всего лишь 98 миллионов. Ну, и плюс, учитывайте, что она наподобие вот как монета Comp, там, а Eiff, она не волатильная. То есть, что это значит? Что у нее движения не будут такие сильные за счет ограниченного количества монет. То есть, она может долго стоять в накоплении, но в долгосрочной перспективе, либо там в среднесрочной, она себя покажет. Ну, больше в долгосрочной, конечно. Вот, ну, и то там не будет каких-то сверхэксов, как по тому же там Битку на текущее время, да. То есть, потому что он, если исходит там с текущих отметок на те же там, я не знаю, 500 тысяч долларов, но это всего лишь там 10x, то в каком разрезе, то есть в каком промежутке времени. А тот же SHIB может за пару месяцев там дать XC побольше, но, опять же таки, там соотношение риск-прибыль, понятное дело, тоже имеется. Поэтому учитывайте данный фактор. Вот, поэтому про данную монету я, если упоминал, то вскользь. Ну, тоже ее неоднократно советовал, тоже ее закупаю. Вот, и буду холдить долгосрок и стейкаю ее на Binance в том числе. Там проценты неплохие были, по-моему, что-то 25% в год. Ну, не шибко много, конечно, но почему бы и нет. То есть, дополнительные монеты получить, why not? Вот, но по поводу монеты ВИН, что хотел сказать, то есть у нее осталось 4 события. Это у нас игровой токен на базе экосистемы ТРОНа, да. То есть, параллельно с этим, да, я могу сказать, что вот стоит закупать там и Джаст, и тот же самый ТРОН, и Битторрент. Вот, безопаснее всего, конечно, брать ТРОН из этих всех монет. Потом Битторрент, потом, соответственно, Джаст, ну, а потом уже ВИНК. Ну, САН я вообще не вижу смысла, там после динаминации она вообще как-то стухла. И, как бы, по большому счету смысла нет. То есть, вот у нас ТРОН Экосистем, Бинанс Смаркчейн Экосистем, была также на лаунчпаде, я так понимаю, на Бинансе. Не помню, честно. Вот, поэтому можете написать в комментах. Ну, эмиссия тут, конечно, большая. Я так понимаю, 999 миллиардов, и на текущем этапе 450 миллионов капа. Вот, поэтому, кстати, графики у нее чем-то похожи с Битторрентом. Можете тоже посмотреть. Видите, поэтому я это тоже неоднократно показывал. Вот, открываем. Ну, плюс-минус, да. Поэтому данная монета у нас, я думаю, себя еще покажет, кто не закупается. Ну, монета высокорисковая, учитывайте данный фактор. Я ее неоднократно обозревал. Ну, пойдет к пикам. Порядка там 6-6,5Х. Ну, если даже смотреть реалистичность текущих отметок, ну, как раз те же там, если сюда там 2, 3Х, может быть, 4Х можно будет по ней забрать. Поэтому монета, я считаю, ну, скажем так, must have в том плане, что можно ее там поддержать, но как высокий риск чисто побаловаться. Вот, 8 месяцев накопления после коррекции. Поэтому сейчас она валится, понятное дело, за остальным рынком крипты. Но кто верит, вот как раз у нее будет сжигание. 31 декабря новые партнеры там. Ну, можете посмотреть, то есть тут дорожная карта у них обозначена в виде там, ну, не инфографики, а просто такой вот, ну, можно сказать, да, инфографика, в принципе, прикольная сделана. Вот, новые игры там, возможность делать ставки на спорт и так далее. Поэтому монета себя еще покажет, я думаю. Вот, если кто хотел, но учитывайте, что монета высокорисковая, поэтому нужно все это, естественно, сопоставлять со своим капиталом и риск менеджментом, money менеджментом и так далее. Я об этом всегда говорю, но меньшинство это соблюдает. То есть кто соблюдает правила, тот и зарабатывает. Ну, кто нет, у кого нет дисциплины, кто слабый, как бы, ну, ждите дальше халявы и так далее. Вот, поэтому в целом такие дела, когда ждать роста, как только она выйдет, соответственно, за отметку вот эти 10 тысяч, и тогда уже можно ждать, потому что как раз она выровняется, и здесь зайдет вот этот накопительный канал, и как только выйдет за те же там 18-20 тысяч, то можно ждать дальнейшего роста наверх. Ну, закрепление, когда у нас будет. Поэтому такие дела, в целом, болтаются на месте. Если по поводу того же битторрента бонусом, ну, пока что тоже валится вниз, поэтому, так как у нас падает рынок, то, естественно, большая часть альтов, ну, как, я говорил, что здесь та же самая возня может быть, как здесь, то есть похожая ситуация. Давайте даже глянем, насколько нас, ну, вот, если с текущих отметок взять среднюю, насколько нас там еще провалили на 15%, ну, давайте глянем. Среднюю берем отсюда, 15%, ну, как раз это 40 тысяч, как я и говорил. Поэтому могут, как сделать, могут провалить, а потом сделать опять тут какой-то канал. Ну, я уже обсуждал это в видосе про биткоин, поэтому не вижу смысла размусоливать. И потом погнали наверх. Ну, максимум я жду, может быть, какой-то с квиз там, упадем мы там на те же 30 тысяч, с квиз на 27-28 выкупили, погнали наверх. Вот, не более того. Ну, я закрепление ниже 30-ки не жду. Ну, это лично мое мнение. А там уже будем смотреть по ситуации. Понятное дело, я не господь бог, я не могу видеть будущее, да, и знать, или там превращать воду в вино. Поэтому, как бы, будем смотреть по ситуации, ориентироваться. Поэтому у вас в любом случае должен быть свободный фиат, вне зависимости от того, сходит биток на 30, либо он сходит на 10. Вот, поэтому я дальше топлю забычий рынок, закрепление ниже 30-ки не жду, и жду дальнейшего роста наверх. Поэтому, кто не готов ждать, но, ребят, не ждите. Чем дольше возят, тем сильнее потом будет рост, и тем выше вы потом будете закупаться на хаях. Вот и все. Вот, всем удачи, всем пока. Информативный и полезный канал, где освещаются наиболее важные экономические новости, что влияют на цену крипты, это криптоиндустрия. Ссылка на канал в описании под роликом.